Добрый день, меня зовут Иннокентий Евгений Вичхан, я врач лечебной физкультуры, заместитель главного врача по поликлинической работе и заведующий отделением лечебной физкультуры и восстановления СМ-клиника Солнце. Сегодня я немного расскажу вам о наших возможностях в плане помощи детям от 7 до 18 лет, в вопросах восстановления после длительного заболевания, реабилитации после травм, восстановления и нормализации, стабилизации работы топорно-двигательного аппарата при таких заболеваниях, как нарушение осанки, сколиозы, кифозы, различные дегенеративно-дистрофические изменения в межпозвоночных пространствах, также с рожденными и приобретенными патологиями нижних конечностей. Важно отметить, что лечебная физкультура является неотъемлемой частью восстановительного процесса, о котором, к сожалению, забывают и родители, и некоторые врачи, что является основным моментом возврата человека, ребенка в нашем случае, к повседневной жизни в полноценном объеме. То есть лечебная физкультура – это тот фактор, который полноценно влияет на увеличение и восстановление качества жизни. Давайте я вам проведу небольшую экскурсию по нашему отделению, и вы все увидите своими глазами. Итак, мы находимся в кабинете лечебной физкультуры. Давайте я вам немножечко проведу такую небольшую экскурсию. Начнем с функциональных петель. Функциональные петли – достаточно элементарное устройство, которое позволяет в полной мере заменить практически целый тренажерный зал. Преназначены для работы собственным весом, в функциональном плане, без каких-либо дополнительных утяжелителей. С помощью данного устройства, данного тренажера, мы можем в полной мере включить практически все мышцы стабилизатора и компенсаторы для укрепления мышечного корсина. А также работать в статическом режиме для улучшения координации, для формирования правильной осанки, для укрепления всех мышц паровертомральной группы. То есть незаменимое устройство, которое также может быть использовано вами в домашних условиях, имеет специальное приспособление для фиксации, например, на дверь, и достаточно просто использование. Перед вами беговая дорожка. Казалось бы, обычная на первый взгляд, но в наших стенах я ее использую не просто как кардиотренажер. На данном тренажере я оцениваю правильность постановки стопы в момент движения. Также при помощи этого тренажера мы можем поставить технику бега. Для тех людей или для тех подростков, кто занимается какими-то видами спорта, связанными с бегом. Для того, чтобы полностью скомпенсировать, ну или, по крайней мере, постараться максимально скомпенсировать всю ударную нагрузку для безопасности опорно-бвигательного аппарата и внутренних органов. Перед вами уникальный тренировочный комплекс EXARTA. Данный аппарат, данный комплекс, я бы сказал, предназначен для полного исключения осевой нагрузки при вовлечении человека в какой-то тренировочный процесс. Мы его используем для включения мышц стабилизаторов при формировании правильной осанки, при восстановлении после каких-либо травм в форме двигательного аппарата, в том числе и позвоночника, компрессионных переломов позвоночника, для того, чтобы не было никакой силой нагрузки на позвоночник, чтобы мы могли в полной мере включить стабилизаторы и частичного, либо полного исключения гравитации. Проще говоря, человек фиксируется в специальных подвесках и выполняет определенный комплекс упражнений в подвешенном, либо в полуподвешенном состоянии. А также в своей работе довольно часто с подростками применяю нестабильные платформы, полунестабильные и полностью нестабильные платформы для того, чтобы, работая на этих тренажерах, мы могли включить такие стабилизаторы, как стабилизаторы стоп для формирования и коррекции различных деформаций стоп, ну и для укрепления капсано-связочного аппарата крупных суставов, что очень часто необходимо для равномерного распределения нагрузки на ноги с целью коррекции ротации костей таза и формирования правильной осанки. Потому как у детей в большинстве случаев формирование неправильной осанки связано просто с наличием различных деформаций стоп, что приводит к распределению неравномерной нагрузки на наше тело. Поэтому работать в отдельном порядке только со спиной немножечко, на мой взгляд, нелогично и неправильно. Поэтому при формировании осанки правильной ну и работаем не только с проблемной спиной, но и со всем телом в целом. Также в нашем отделении есть несколько кардиотренажеров, которые мы используем при работе с детками, часто болеющими, для увеличения и улучшения качества бронхолюбочной и кардиореспираторной системы. Для увеличения аэробной работоспособности ну или проще говоря, выносливости человеку необходимы регулярные кардионагрузки. Для этого мы часто используем эллиптический тренажер. Это самый функциональный и самый безопасный тренажер для вовлечения человека в регулярную кардиореспираторную нагрузку. Поэтому считаю это тренажером выбора. Также в нашем отделении представлено ряд различных приспособлений, в том числе и свободные веса от 300 до 3,5 кг, и различного вида модификации фитболы, нестабильные поверхности, а также стабилизаторы и эспандеры. Неотъемлемой частью восстановительных мероприятий является наложение кинезиотейпов. Тейпы широко применяются в травматологической практике для оккупирования болевого синдрома, а также для формирования стереотипа правильного движения, то есть патродвижения. Основан метод на пропорецептивном воздействии на кожные рецепторы и, собственно, формирование некого такого поддерживающего корсета. Перкуссионный массажер часто применяется для расслабления и работы с гипертонизированной мускулатурой. У деток это часто, конечно, мышцы спины, и область и проекция икроножной и комбаловидной мышцы. Также работаем со стопами для того, чтобы включить в работу мышц, отводящую большую палец, ну, в целом мышцы водостопа. Хотелось бы также напомнить, что если вы видите, скорее всего, вы видите, что у вашего ребенка есть какие-то вопросы или проблемы с осанкой, со спиной, ребенок ваш стулится или, наоборот, прогибается поясница, не откладывайте этот вопрос на потом, потому что само это не пройдет, а будет только принимать все более серьезные формы. Всегда гораздо легче провести профилактику какого-либо заболевания, чем его потом в дальнейшем лечить. От всей души желаем вам здоровья, но если вдруг вам понадобится настоящая профессиональная помощь, ждем вас.